С вами Алексей Борисов. В комментариях вы просили рассказать, чем, как и сколько подсвечивать рассаду. Сразу скажу, что световой день для выращивания нормальной рассады должен быть не менее 12 часов, лучше когда это 13 или 14 часов, но надо помнить о том, что должен быть день и ночь, потому что днем растение сахар накапливает, ночью его сжигает, как топливо, и использует эту энергию на синтез ростовых веществ. Вот, сейчас существует много различных ламп. Начну я с древних ламп. Помните, были в фонарях такие белые большие артутные лампы, ими тоже можно подсвечивать. Потом я, опять же, когда-то давно работал на тепличном комбинате, и к нам приезжали поляки, они пользовались вот такими лампами. Это натриевая лампа. То есть на тот момент ртутная лампа в 400 ватт, она подсвечивала 3 квадратных метра, натриевая в 400 ватт подсвечивала 8 квадратных метров. Хотя она имела такой рыжий цвет, но от нее рассада росла прекрасно. Я ее не подключал и не показываю вам, почему как она светит, потому что не нашел дроссель, честно говоря. Это вот лампа на 250 ватт, а дроссель всего на 125, и он ее не раскачает. И он вот, смотрите, какой он массивный. На 250 ватт он еще больше, он тяжелый. Это неудобно, это прошлый век, поэтому мы этим не пользуемся. И плюс к тому, большое потребление электричества у этих устройств. Но пользоваться ей можно. Если у кого нет возможности, есть возможность достать, то она имеет нужный спектр. Напомню, что в спектре должен быть ультрафиолетовый свет, иначе растение не будет на него реагировать. Лампы накаливания. Вот я специально взял яркую лампу накаливания. Вот я ее включу сейчас. Вот, она яркая, ее можно повесить над рассадой. Но она, что она будет висеть, что она не будет висеть, рассады она пользы не принесет. Почему? Потому что у нее нет ультрафиолетового излучения, у лампы накаливания. Хоть она и мощная. Это вот лампа на 500 ватт. Вот. Сейчас технологии современные, они шагнули вперед. И лучше всего пользоваться сейчас светодиодными лампами. То есть вот, лампочка, условно она стоит, условно она стоит в магазине 10 рублей белорусских. Это где-то, это где-то получается 3 доллара, 3,5. Так. Вот, смотрите, как она светит. То есть вам, если рассады, вам достаточно вот 2 таких лампочки повесить над рассадой, и она будет у вас хорошо освещена. То есть на расстоянии вот так, где-то, сантиметров 50-60. Вот. Также еще можно пользоваться дневными лампами. Вот я специально тоже принес дневную лампу. Но она, видите, какая громоздкая. Вот. Но светит она тоже хорошо. Их можно... Она... У нее энергопотребления мало, она всего 40 ватт потребляет. Вот. Но их надо повесить 2. Допустим, над подоконником, если у вас на подоконнике рассада стоит. Это тоже довольно неудобно. Поэтому я рекомендую пользоваться именно вот светодиодными лампами. Она имеет в своем... Она светит белым светом. Она в своем спектре имеет ультрафиолетовое излучение, которое... От которого растет рассада. То есть от которого неусловно не растет рассада, а идет процесс фотосинтеза, необходимый для растений. Не то, что необходимый. Он необходимый для накопления сахара. Чтобы его потом ночью сжечь и потом расти. Вот. Вот таких 2 лампочки можно повесить, допустим, над подоконником. И вам их хватит. И у них энергопотребление. То есть вот эта лампочка, она условно 10 ватт потребляет. И удобно повесить. И удобно пользоваться. Вот. Либо дневные лампы. Вот. Если у кого нет возможности это использовать, у кого есть старые натриевые лампы, или ртутные, большие белые, как в фонарях раньше светили, по 400 ватт. Вот. Можете пользоваться и ими. Они тоже очень хорошо. От них будет расти рассада. У них в спектре тоже есть ультрафиолетовое излучение. Но они неудобные. Вот. Это дроссель всего на 125 ватт. Если на 250, он еще больше. Он весит хороших килограмма два. Вот. На 250 ватт еще больше весит. Вот. Ну, это опять же и энергопотребление. Плюс к тому, старые вот эти лампы, ДРЛ-ки и натриевые лампы, они имеют еще реактивную мощность, условно, которую счетчик не учитывает. И от них, ну, не надо их использовать. Короче говоря, лучше всего использовать, это современные светодиодные лампы. Они дешевые, они экономичные, они долговечные. И имеют ультрафиолетовый спектр, такой, как надо для фотосинтеза у растений. Еще хочу коснуться фитоламп. Фитолампы, это такие же светодиодные лампы, как и все остальные. Они, правда, светят на три света, на красный, синий, фиолетовый. Единственное их отличие от обычной светодиодной лампы, это цена. То есть, я просто в фитолампах не вижу смысла. Можно купить две обычные светодиодные лампы, как я показывал ранее, и пользоваться ими. Они дешевые, они экономичные, и спектр излучения имеют такой же самый, как и эти фитолампы. То есть, нам спектр нужен фиолетовый и ультрафиолетовый, для того, чтобы в растениях шел фотосинтез. И все, он у обычных светодиодных ламп, он есть в достаточном количестве. Поэтому, кому хочется быть крутым, покупайте фитолампы. Но я у себя буду пользоваться обычными светодиодными лампами. С вами был Алексей Борисов. Я желаю вам всего хорошего, хороших вам урожаев, чтобы ваша рассада была крепенькая, чтобы она вовремя подросла к сезону высадки ее. Всего вам хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова